И всем привет, дорогие друзья! С вами Колян, и я снова на своем самом первом маршруте в Трензе, который когда-либо делал. И это значит, что сегодня снова будет американский локомотив. В этот раз это RS-27. И что я хочу прежде всего сказать внешне, он очень-очень-очень похож на тепловоз C-33. Который тоже был в моих обзорах и, в общем-то, довольно часто встречается на железнодородных Америки и не только Америки. Вот. Ну и, собственно, что я хочу сказать. Ну, это как будто бы уменьшенная версия этого самого C-30-7. Ну и по внешнему виду мне все так нравится, но все-таки вот чуть-чуть не хватает в нем реалистичности. Вот совсем немножечко. Ну, например, вот эта лисенка очень сильно в глаза бросается. И мне кажется, дудки должны стоять немножко в другом месте. Нет, они очень классно сделали вентилятор. Он сразу бросился мне в глаза, но... Собственно, из-за вентилятора мне в глаза бросились и дудки, которые просто немножко сдвинуты назад. Они должны быть на кабине. Ну, это... Видимо, разработчик немножко устал и гулял, и фиг его знает. Да, ну вот, кроме дудок, в общем-то, особых таких придирок у меня нету к внешнему виду. Ну, конечно, все-таки что-то не то, вот чего-то не хватает у него. Ну, да ладно. Полезли в кабину. Да, и кабина тоже все от того же. СД-42. Все то же самое. Кабина у всех одна и та же. Это, конечно, очень-очень грустно. Ну, что у нас со светом? Давайте в свойства заглянем. И, опа, в свойства у нас что-то интересненькое. Так. Освещение кабины, по идее... Ну-ка, может, надо ночь поставить? А, освещение кабины у нас работает только от третьего лица. И, кстати, от третьего лица... Нет, все то же самое. Ладно, хорошо. Ну, давайте все-таки день вернем. Ну, хорошо. Освещение кабины от третьего лица у нас есть. Так, дальше. Walkway lights. Не, ребят, давайте все-таки я верну ночь, потому что что-то... Освещение все-таки надо в темноте смотреть. Так, что это? Где это? Где это? И вот это действительно непонятно, что она делает. По идее, здесь что-то где-то должно светиться, но... По факту ничего нигде здесь не светится. Потому что я вообще не то смотрю. Нет. Так, ну и освещение номеров. Да, это я верю. Так. И смотрите-ка, у нас есть... То есть окна можно открыть даже частично. То есть можно наполовину, можно на две трети. И да, ребята, это огромный плюс. Смотрите, у нас окна и... Я так понимаю, то же самое с дверьми. И да, точно так же у нас двери, ребята, открываются. Причем можно открыть ее не полностью. Да, это огромный-огромный плюс. Вот это вот действительно классно. Только посмотрите на это. Причем она вот... Нет, я видел уже такую штуку открытия окон на других тепловозах. И это даже во моих обзорах было. Но посмотрите, здесь мало того, что их можно открыть. Их можно открыть на... Их можно чуть-чуть приоткрыть на маленькую щелку. Можно наполовину, на четверть, на две трети, на сколько угодно. Они вот так вот плавно открываются. То есть можно оставить дверь или окно в любом положении. Это... это круто, ребята. Это реально круто. Так, у нас есть еще какие-то классовые... Ой. Ух ты. Ребят, вы только посмотрите на это. Посмотрите. Красный, зеленый, белый. Красный, зеленый, белый. Офигеть, ребят. Вот это реально круто. Вот это реально круто, ребят. Красный, зеленый, белый. Вот это супер они сделали. Вот это они сделали действительно офигенно. Красный, зеленый, зеленый, зеленый. Нет, это реально круто. Да, ребят, все-таки, все-таки... Ребят, ну все-таки 9 из 10, потому что вот это вот плавное открытие, закрытие дверей, возможности оставить их в любом положении. И вот эти вот огоньки на носу, это просто офигенно. Все-таки 10 из... Ой, нет, нет, не 10, нет. Все-таки 9 из 10, потому что... Нет. Вот какие-то вот элементарные вещи здесь, конечно, хромают, но... Но огонечки и все это, это здорово. Это вот вытягивает локомотив. И, кстати... И, кстати, тифон у него свой собственный. Я такого никогда, нигде в игре больше не слышал. Так что, думаю, тифон тоже у него свой. Так что 9 из 10, ребята, 9 из 10. Ну и что касается использования, кабина у него, в общем-то, есть. И, в общем-то, кабинный режим управления присутствует. То есть все эти органы и управление, они рабочие. Поэтому, в принципе, вы можете и сами им управлять. Ну, все-таки, вообще, этот локомотив, конечно, в первую очередь, должен... Должно быть видно внешне. Поэтому встречный трафик, маневровая работа на станциях и стоянка, конечно, это... Самое главное, потому что тогда вы будете видеть этот локомотив снаружи. И тогда сможете увидеть его во всей красе. Ну и... Да, также звуки у него тоже свои собственные у двигателя. И по звукам вот прямо чувствуется увеличение и уменьшение тяги. И это тоже прекрасно. Вот. Ну и на этом я заканчиваю свой обзор. Ссылочку на дополнение можно будет найти в описании под этим видео. И всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok